Вон цветочек, один такой, один такой, ландыш, один такой. Как это можно все? И вот посмотрите, какое затмение у этих атеистов. Представляешь? Насколько то ли сердце такое, то ли ум такое, то ли воспитание, что вот так. Да еще мало того, глядь, ломать вот такие благолепия, красоту, понимаешь? Нет, и вот коммунисты хорошо. Ну как это, когда убивали сотни? Вот, преподобный Орочий, наступники, были враги. И у кого они? Они враги народа. Царь, враг нас как? Потому что мы их веду обязательно. Да ладно, это дело их, но мы должны. Вот, и кульминация наша, итог всей нашей жизни, это значит что? Кто скажет? Сосень души. А? Сосень души. А еще что? Сосень души. Пельмени. С рыбой там, тортистой. Конечно, кульминация-то мы должны все с вами готовиться к чему? К небу, правильно? К Богу. Встреча с Богом. Это вот в любом месте, где будешь, это какая-то конец, цель жизни. Встреча с Богом. Соединение с Богом. Вот. Где? На небе. А на земле у нас есть? Где соединиться с Богом? Где? Где мы соединены? В храме. А именно, вот именно. Мы соединены, уже здесь, у нас начало соединения с Богом, вот, это здесь начинается, именно в таинстве чего? Чаще всего. Веча с Богом. Поэтому, чем чаще будем, как это можно один раз? Нет, только один раз в месяц. Вот что я делаю? Я что, своей родной матерью один раз в месяц встречаться? Что, маме надоел я, что ли? Да хоть сто раз иди обнимай целую, я еще буду. Так и можно. Это непонимание, что в этой алтаре, в Евхаристии, в этой, в литургии происходит самое страшное, самое главное в жизни на этой земле, что происходит, это рождается Господь, он там проходит его детство, он распинается, проливает кровь, воскрешает, и открываются царские врата, и говорят, со страхом Божьим приступите. Мы во время литургии слышим такие слова, придите, ешьте тело мое, хлеб, все тело мое, пейте кровь мою, все, да, залуло мимо, и так далее. И что получается? Выходит сейчас, Господь, вот кровь, вот тело, давайте все повернусь и пошли. А я не готова. Какие страшные слова человек говорит. Тогда простите такой вопрос, встреча. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, руку-то ли, к чему вы готовитесь? Вот сегодня наступил век, к чему ты должна быть готова? Ну к чему? На рынок сходить там, или встретиться с тетей, Дуней там поболтать. К чему мы готовы? Готовимся вот сегодня, ну скажи. Мы должны быть готовы, только, вот труба позвала, кто готовился попасть в аварию, или умереть на операционном столе, или получить инфаркт, или еще кто тебе по башке отдал. Никто же не готов, однако вот он каждый день выносит. Готов этот человек? А вот подними, вот спроси, а что ж ты? Ой, он пошел, душа пошла, он увидел Господа, все, конец, все осталось. И машины, и квартиры, все, все осталось. И дети, все. Господа, Господи, помилуй. А эти, сколько лет, 70, 60? Я же тебе дал время, а что ж ты? Да я там это не успел, там в церковь не ходил. Хоть один день, да, я все оббегу, все в церкви, все буду исповедлять. Моги поздно, уже все, поиск ушел. Имейте в виду. Это касается каждой дны. Вы думаете, что вот его понесли, а я нет, а я тут, у нас на земле еще вечных никого не встречал. Все время. Мы родились, обязательно пожили, обязательно отойдем. И не надо бояться этого дня, а надо именно к этому готовиться. Пусть боятся те, кто вот от есть, а не Бога не дам. А мы любим, мы должны к Богу увидеть, понимаешь? Да, дети хорошо, жена, мама, все. Но самое это Господь. Все Господь. Как свечка тает около огня, так и мы растаем. Когда мы увидим, мы вон батюшку Ильи видим, иду, ой, батюшка, ой, батюшка. Прям хочется прям это, обнять вот такая благодать. А что тогда от Бога, понимаете, от цветы? Поэтому мы должны именно к этой встрече, наша жизнь должна посвящена только к встрече с Богом. К этому мы должны стремиться, даже желать этого, а не убегать этого. Вот сердце болит, доктор, скорый пункт, давай быстрее. Ай, нет, я не хочу. У нас это, бабушка одна умирала тоже, скорой помощи колет, колет, колет. Ой, слава Богу, она вдруг открыла глаза. Дети. Ой, мама проснула, ой, мама ожила. Дети. Ну что вы мне не даете в уме? Я уже встречал там вот такой вот. Поэтому надо это все держать в уме постоянно. Тем более мы уже это самые немаленькие, 15 лет. Господи, Господи, Матерь Божия, когда ты встретишь с тобой, я не готов, дай время нападение. И работать над своим сердцем. Первое условие. Никого ни на кого не держать зло. Это первая основа. Не дай Бог. Если ты держишь сердце на кого зло, все твои добродетели уничтожают автоматно. Не суди и не судим будем. Вот. Не держи никого зло. Никого. Что бы тебе ни сделали. Понимаешь? А что тебе такое зло, что прям вот я не прощу. Ну ты не простишь. Господь говорит, я тебе не прощу. Что тогда будешь делать? Ну скажи мне. Поэтому. Опять-таки это говорит о нашем вот таком. Это не она виновата, там, свекров или знаю там кто-то. А это наше сердце такое злое, недоброе. Вот оно в чем. Когда некоторые женщины кричат, мне зла не хватает на вас. Разве ей зла не хватает? Ей добра не хватает. У тебя зла полно. Ты кричишь, орешь вот такие в глазах. Что ты кричишь? Ну успокойся. Что-что-что-что-что-то там? Отняли, что у тебя? Самолет отняли там или что-то там? Корову отняли. Господи помечу. Ну вот что-то. Обязательно мы должны готовиться постоянно. Вот что я задал вопрос. К чему мы готовы? Мы будем готовы, то, то, то. И любой в одно пришел. Раньше, да, сейчас так, веро-христиане. Все приходят на литургии. Если был, литургия, это вам не лекция. Это не беседы и не спектакль. Это я сказал, самое страшное. Поэтому, если был литургий, не ел, ну, не пил, да, пусть не было каких-то смертных грехов, то обязательно походи в чашу, в острове, кто его знает, да? Тогда последний раз, либо кто. Причастил.